Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. У меня неприятность такая. Четыре ролика события дня оказались незаписанными. Я их включил, а проверить-то не проверил. Ну, не видно, как нормально. Я их в ужатом виде поставил. Это вот сейчас номер 1121 события дня. А то надо посмотреть еще, как она высветится. События дня. Псалом 34.9. А моя душа будет радоваться, Господи. Это за 10 января 2019 года. За 10 января. Вот оно, 10 января. Видите, как. Вот я в архиве такое что сохраняю. И сегодня вот так сгодилось в первый раз за 10 лет, может быть. Сайт к истине. Поздравляю с Игнатием Тихоновичем, с Новолетием, Рождеством Христовым. Примите самые добрые пожелания Божьей милости и благословения. Радуйте всегда в Господе. Филиппийцам 4.4. Отвечаю, ми вам, дорогой Максим Валерьевич, и родным вашим во все времена и случаи жизни. Да сохранит вас любящий наш Отец Небесный для радости и вечности с ним. Но эта вот женщина из Якутска перевернула сознание народа и всей страны на 180 градусов. Ее хотят убрать, грозят ей, заставляют вступить в Единую Россию или кинуть ей взятку и посадить. Но она не сдается и все делает просто правильно. По закону, по-человечески и для человека. За какой-то месяц она сделала больше, чем все предыдущие. Вот как. Видишь, как это правильно. Все предыдущие. Так. За все время. Продолжаем следить за этой удивительной женщиной, мэром. Аномальный мэр Якутска. Якутска. Какая-то гордость у меня за нее. Человек, которому хочется пожать руку. И страх, потому что она блестящая белой вороной. В стае очень черных, гаркающих, пернатых и зубастых росомах. Господа, к выбору мэра отнеситесь, пожалуйста, серьезно. Давайте больше не голосовать по указке-то, а своими мозгами. Уважаю эту мадам, было бы из кого выбирать. Так, бежали бы на выборы. Толковые люди в ту грязь лезть не хотят. На себя работают. Так что, двойной респект мэру Якутска. Другой человек, а это у нее трамплин в Москву. Такие люди нужны там. Помните Бородина-то? Тоже там начинал. Сразу после назначения Аксентьева объявила, что собирается распродать внедорожники муниципальных чиновников. По ее словам, это нужно для эффективного использования городского имущества. Сказано, сделано. Через несколько дней на торги были выставлены несколько люксовых японских внедорожников. Между прочим, один из жипов был куплен предыдущим мэром прямо перед выборами. Чиновникам было предложено пересесть на уазике, стоявшей на балансе мэрии. Столь решительный шаг по достоинству оценили во всей России. Новость о якутских крузерах тут же облетела федеральные СМИ. Не успел утихнуть шум с жипами, как Сардана Владимировна ему показала, что умеет принимать резкие решения. Слава Иисусу Христу! С Богом! Господь, печь начинает сестра, просит благословения. В начале октября жители Якутска выложили в интернете видео о том, как рабочие укладывают аспальт прямо на снег. А Ксентьева тут же заявила, что с надпорядчиком будет расторгнут контракт, и денег он не получит. Такая реакция градоначальника привела в восторг не только Якутии, но и другие регионы. Ощистители вместо модельера. Решительно Новый Мир стал наводить порядок в других сферах. Например, она распорядилась не тратить бюджетные деньги и отменить участие модельера Ирины Крутиковой в фестивале «Зима начинается с Якутии». Ранее мэрия Якутска выделила на визит Крутиковой 800 тысяч рублей. Однако Сардана Аксентьева посчитала, что эти деньги лучше потратить на покупку воздуха-очистителей для городских школ. Затем Якутск отказался от показа знаменитого балета «Корсар», стоимость которого оценивалась в полтора миллиона рублей. Сэкономленные средства пошли на поддержку местных библиотек, детских школ, искусств и Центра народного творчества. Эпичная вышла и битва с сборниками. Сардану Аксентьеву заинтересовали расходы в 40 миллионов рублей, выделенные на уборку города. На эти деньги муниципалитет должен был содержать не менее 100 дворников. И большая часть суммы была потрачена. При этом жители Якутска сообщали о том, что улицы убираются из рук вон плохо. Глава города лично проверила работу управы одного из округов и выяснила, что на месте из 15 дворников присутствовали всего двое. Да и те, по словам мэра, оказались в нетрезвом состоянии. Была назначена проверка, по итогам которой провинившийся глава управы был освобожден от должности. Стоит отметить, что столь скорое увольнение чиновника изменило ситуацию на улицах Якутска. Теперь там с сборниками все нормально, а в городе чистота и уют. Новый мэр Якутска может всех отбускать. В общем, подвиги нового мэра можно перечислять долго. Не так давно, к примеру, мэр сократила число своих заместителей ради уменьшения расходов на административный аппарат. Так что событий в столице региона за три месяца произошло достаточно, что привлекло внимание всей России. Женщина стала самым известным мэром России. Что будет дальше, это пока неизвестно. По всей видимости, Аксентио настроено решительно и намеренно изменить весьма существовавший порядок. Весь в отдельно взятом городе. И это нравится и Якутии, и всей России. В свое время такой же новаторский подход продемонстрировал мэр Карельского, Петрозаводска, Галина Ширшина. Она многое делала не так, как принято. Отказалась от банкетов, лишила функционеров золотых парашютов, снизила расценки и муниципальном транспорте. Тогда СМИ назвали ее лучшим градоначальником России. Но затем депутаты Гурсовета проголосовали за досрочное прекращение полномочий Ширшиной. Так что печальный прецедент в истории современной России уже был. Однако стоит напомнить, что нынче ситуация совсем другая, чем в 2013-2014 годах, когда Ширшина оказалась не нужна власти. В 2018 году действия Аксентио, которые поддерживает простой народ, могут вызвать поддержку Москвы, за которой последнее слово. Это в 2018. Так что ждем развития событий и продолжаем удивляться 12 подвигом Сардана Аксентиевой. Вот так. И вот они тут сидят перед каждым компьютером в Госдуме, поддержали идею сажать за неуважение к чиновникам. Станьте в очередь, всем все хватит, подарков больше, чем вас. Поэтому не толкайтесь, все будет нормально. Хотели стабильность, получайте. Ездра. Мир вам и во Христе Иисусе. Слава Богу. Игнатий Тихонович, перевелся. Сегодня был первый день, как официально переведенно работал. А так, с 28 декабря того года, по 8 января этого года, был на стажировке. Все и во всем Господь. Слава во веки. Аминь. Все складывается хорошо. Аж до удивления страшно. Расположение начальника нынешнего и старый не хотел отпускать. Хвалюсь Господом, Богом нашим, который у нас опора. Аллилуйя. Аминь. Игнатий Тихонович, не могли бы подсказать, как конспектировать лучше Сергей Игнатов? Христос рождается, славим его. Парализованный Христа ради Сергея Козлова – это такой же титан истинной православной веры, как наш духовный наставник, советник и помощник Игнатий Тихонович. Храни его, Господи, и умещи сердца всех, кто его хоть как-то незаслуженно критикует. Как, например, наш брат Степаненко из Омска. Андрей. Мир вам, отец Игнатий. Значит, я не ошибся по поводу Масленникова. Слава Христу. Благодарю Бога за то, что встретил вас на своем пути. И это не слова, а лести. И я понимаю, что в ваших книгах, на сайте, на форуме, на ютубе можно найти любой ответ на любой вопрос. И я радуюсь, что есть еще люди, не обремененные никаким саном, проповедующие Слово Бога. Низкий вам поклон, Игнатий Тихонович, за то, что вы есть, и есть к кому обратиться и получить ответ. Да вразумит, да просветит, да очистит нас Господь. И на этом на сегодня все.